Не все так хорошо, как нам бы хотелось. Юнаким, понятно, первая. Вторая у нас по компонентам Микки Анда. А третья... Алиса... Осада. А третья Осада, потом Каролина Коста. Ну что логично. Про что я и говорю. Вот она, вторая оценка. Ну, в произвольной программе вторая оценка имеет колоссальное значение. Ну, чуть позже мы, естественно, к этому вернемся, потому что сейчас выступает такая очень симпатичная и с точки зрения катания, и с точки зрения, прости, пожалуйста, Ира, внешности. Вот, Ирина Мовчан. Ну, я позволю себе... Зато моя тезка. Да, во-первых, твоя тезка, во-вторых, ну, так, женское... Ну, Алексей, да, если бы я говорила сейчас, что... Я думаю, что было бы немножко неправильно. Ну, я просто говорю, чтобы... Ну, понятно. Мы договорились, договорились. Ну, мы поговорим за эфиром, во-вторых, всего остального. Понял. Виноват. Ну, давайте посмотрим. Ирина Мовчан у нас была на 23-м месте после короткого программы. Да, у девушек в произвольной программе 12 элементов, так как произвольная программа, выбор этих элементов лежит, конечно, на спортсменах, потому что очень часто программы по ходу соревнований меняются. Тройной лут с ошибкой. Без двойного тулупа. То есть ей уже придется менять? Ну, просто каскад ей добавляет опять-таки баллы. Может, да, где-то добавить этот тулуп. Тройной сальто. Тройной лут. Тогда, когда поменялись правила в фигурном катании и системе судейства, девушки и мужчины начали прыгать каскад из трех прыжков, потому что это добавляет опять-таки... Вот, пожалуйста. Тройной тулуп, двойной тулуп, двойной тулуп. Три прыжка и везде собираем плюсики. Прыжок в либе. Как-то вот теряет она скорость вращения. Захват. Двойной акции. Ну, не чистая мысль. Произвольная программа у девочек длится в среднем 4 минуты 8-10 секунд. Конечно, не очень просто, скажем так. Доехать? Да, ехать, да. И если ты не подготовлен, то где-то в середине программы уже хочется развязать ботинки и уйти. Там, куда бы хочется... Да. Тройной сальфор, двойной тулуп. Еще есть интересная вещь, что прыжки, исполненные во второй половине программы, опять-таки получают прибавление. То есть получаешь надбавку. И некоторые спортсмены... Вот двойной тулуп. И некоторые спортсмены иногда сложные прыжки ставят именно во вторую часть программы, чтобы получить больше баллов за это. Бабочка это у нас называется. Это наш такой сленг в фигурном катании, когда вместо тройного получается одинарный или двойной. Это называется бабочка. Закон с захватом. Вот видно, что спортсменка уже, скажем так, подустала. Закон с захватом. Закончительное кульверное вращение. Кстати, очень опасная штука была у девчонок, у кого хвосты длинные, очень часто хватают конек вместе с хвостом. И это не дает возможность поднимать ногу выше. Это смешно, но действительно... Нет, это шикарная подробность, Ира. Шикарная, на самом деле. Действительно, действительно. Вот у нее... Я просто сейчас увидела у нее это. Берегите хвост. Хочется ногу. У меня просто как хвост был, я тоже очень часто так захватывала. Это нужно умение такое. Должно быть быстро перехватить руки, чтобы хвост отпустить, а ногу поднять.